Владимир, это город Шадринск, и их старосты, я так понял, да? Ну, хотя бы он так представил. Старостей не имеет ничего. Вот, Георгиев. Я говорю, батюшка, вы если будете с архиереем, как-то архиерея изошла, у них Константин, кажется, да? Да. Он кто, митрополит, архиепископ? Архиепископ. Вот. И вы ему достаньте книги, мы передайте книги, но второе издание трехтомник, дальше к истинному православию, симфония на житие святых, и вот эту книгу, это Слово Божие, нет ус. Батюшка, ну, сразу мне выдает такое, а он, может, не примет, он, может, будет так, как-нибудь, да? Ну, постережется. То есть в руки взять, дару ему книги, постережется. То есть он уже заранее, архиереи своими дают психологию таракана, углевого кипятка. Он боится. И это его характеристика, он даже не понимает, что он его характеризовал, ниже некуда. Я туда книги подвигаю, я уже вынес, оттуда на скамейке книги лежат. Я говорю, так что, я туда книги подвинул к себе, вы не достойны этих книг? А этого спрашивают, ты согласен, что боролы больше не будешь трогать? Вы читаете? Постараюсь. Постараюсь. Я тогда книгу с той стопки, вот это второе издание, для Слово Божие, нет ус. 752 страниц с фотографиями, я говорю, вот достойный человек. И ему вручаю. Это я повторяю, что вчера вечером было. Вот ты не считал, первые 200 страниц, прочитай. Они считаются на одном дыхании. Это моя как бы биография. Я читал, да, я читал. Я читал, сколько на судах, чтобы он в жестком переплете мякань. Я читал, про потеряю, почитаю. Вот, это все здесь. И я нисколько не жалею. Я говорю, зачем нужен архиерий? Он даже ничего, ну взял, да и взял. Вот такое состояние. Мы с дарами приходим. Я к нему прошу благословения только. И он даже этого не может сделать. В патриархию мы писали много раз письма. Ни одного ответа не поступило. Ни разу, не с местной епархией. Мне кажется, никого там и нету. Просто муляж. Ушастый клобул. Я написал 32 заявления в прокуратуру по личным делам. Там 32 ответа пришло. В администрацию 50 там 7. Все до одного отвечают. До одного. Ни одного не отвечает, но нет. А там мирские организации. Я приглашаю на день потеряевки. Ну, день у нас там, что образовалось, деревня, то другое. Я иду пригласительную отношу. Приняли. Краевая администрация, городская, прокуратура города. ФСБ зашел там. Которые меня сажали. Приглашают. Пьепархию пригодили, пропускают. А у нас заявление принимают только в четверг. От девяти до десяти. Да заявление в любое время, в любой день. Это приема нет. А заявление не принимают. Я тогда там начал. Тогда прибежал секретарь. Что такое? Ну, давайте. Распишитесь. Я архиерея приглашаю в гости. А когда его давал, там патриарх. Почему общие не соединяются? Почему не приходят? А Евтихий ответил. Вместо архиерея по-другому бы относился. Было другое. Так он, когда стали беседовать, он говорит, среди зимы, я бы на вертолете сейчас к вам прилетел. Вот нужда приспищила какая. Вот Евтихия забрали у нас. На задморке его затолкали, запихали. Сейчас проповеди его нет. Еще нет. Мы ушли. Храни вас Господь. Я вам наказывал всегда, чтобы он в поясе, на молитве застегнутый. Ты сразу преобразился. Совершенно другой человек. Ты сам просто на себя взгляни. Какие-то расхлюпанные, расстегнутые. Никогда не позволяй себе. Я перед моим Богом Всевышним. И мнение людей меня не интересует. А меня от собственного мнения тошнит. Мне нужно мнение Бога моего, который показал, кто мы такие. Я мертв. И поэтому я вздываю их живому Богу, чтобы Он же отворил меня. С Богом.